Добрый вечер! Если верить расследованию The Insider, его зовут не Руслан, а Анатолий, но мне тогда же больше нравится, он младше меня, но уже полковник ГРУ. Родился в Амурской области, окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград, а в 2014 году президент присвоил ему звание Героя России за выполнение миротворческой миссии, если опять же верить The Insider. Ну и судя по всему, никакой он не гей, конечно, но мне так тоже больше нравится. Теперь я хочу увидеть Салсберецкий собор еще сильнее, чем раньше. И лишь один небольшой момент не дает мне покоя. Ребят, ну почему у вас в ГРУ буквально все в открытых источниках? Вам что-то не нравится? Ну почему, какой-то там сайт-инсайдер. Всего лишь покопавшись, упорно, конечно, покопавшись, но всего лишь сравнив данные из открытых источников, легко выясняет, кто вы. Более того, даже выясняет, что вы герои, хотя это, конечно, и так было понятно. Ну в общем, ребята, Салсберецкий, если я захочу, чтобы мой муж что-то не узнал, так он не узнает. Или узнает, но если я захочу, у меня все серьезнее, чем у вас там в ГРУ. Отсюда вопрос, а что, женщин в разведку не берут, только геев? Ну да ладно, это вопрос риторический. А вообще, на мой женский взгляд, это хорошо, когда кругом одни герои. А если это еще герои и артисты в одном флаконе, ну примерно как ребята с Салсберецкий, так это же вообще мечта. А если это артист еще и голливудский, так прям сразу даже про пенсионную реформу можно забыть. Я думаю, женщины Приморья сразу и забыли про эту пенсионную реформу проклятущую, как только про Стивена Сигала узнали. Герой боевиков, артист из Голливуда, красавчик. Правда, в прошлом, ну что ж с того, Стивен Сигал заявил, что с удовольствием стал бы губернатором Приморского края. Актер ощущает родство с россиянами и не только из-за гражданства, выданного ему Владимиром Путиным. Он утверждает, что его предки по отцовской линии родились именно в Приморье и узнал из открытых источников. Ну и потом, не все только Шварценеггеру губернатором быть. Вот все-таки, какие счастливые женщины Приморья. Им сразу и пять лет к молодости добавили, да еще и голливудского актера в губернатор. Ну вот если бы у нас губернатором или мэром был, ну пусть даже не Брэд Питт, ну хотя бы Жан-Клод Ван Дамм какой-нибудь. Вот я бы сразу обратно в новости корреспондентам попросилась. И ездила бы на пресс-конференции, ездила бы. И даже каверзных бы вопросов не задавала. И даже любое глупое высказывание простила бы. Но это Жанну Клоду Ван Дамму. А вот председателю нашей думы Володин, он же Володин, не Ван Дамм. Глупое высказывание, простить не могу. На зарплату депутата можно пиджак купить. И галстук. И галстук тоже. У нас заработная плата выше намного, чем у тех, кто нас избирал. Да знаем мы, дорогие депутаты, что у вас заработная плата выше намного. Вы же герои, вам компенсация нужна. Ну что-то какая-то грустная нота, но ведь на самом-то деле все хорошо, потому что кругом же одни герои. Встретимся на следующей неделе. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!